Я сразу попросил выступить битым обманным волнцем. С вами Андрей Евгеньевич, коллеги. Я буду, по возможности, краток, потому что, по-моему, уже многое, что сказано. Что в первую очередь хотел бы сказать. Здесь обсуждался, как один из самых главных вопросов, это вопрос открытости психоневрологических интернатов. С моей точки зрения, говорить о том, что на данный момент психоневрологический интернат, это закрытое учреждение, это неправильный негрит. Ну, далеко ходить не нужно, буквально две недели там назад, наши учреждения, здесь вкраз присутствуют люди, которые у нас были, да, Сергей Александрович Недаскин и Саврат, в Саврат поступили, и к нам приехали люди с общественных проверок. Да, в общественных проверках. И, в принципе, мне кажется, что мы многие вопросы во время этой общественной проверки обсудили. Да, в чем-то сошлись, в чем-то не сошлись во мнении. Но говорить о том, что дискуссии у нас никакой не получилось, я бы так не сталкиваю. Правильно? Надеюсь, что правильно. Далее. Конечно, хотелось бы несколько изменить ту резолюцию, которая вот здесь привожена к нашей сегодняшней встрече. Потому что есть те пункты, которые у нас совсем не соответствуют действительности. Ну, в своей мере, в 14-м. Здесь, в моем учреждении, в нашем учреждении отрицательств, смертность среди проживающих возросла на 25%. Господа, у нас ситуация такая. Конкретные данные. По 2014 году у нас 52 человека умерло из тысячи человек проживающих. А в 2015 году умерло 52 человека. Где этот процент, где этот скачок? Я вам конкретные цифры привожу, говорящие о том, что вот таких негативных изменений я, по крайней мере, в своем учреждении не вижу. Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что по резолюции, так как и сегодня, вообще проходят только два учреждения. 31-й и 30-й. А что у нас других интернатов? Пациентов нет. Ну, мы что, притча вы языц, да? Конечно, 30-й интернат один из самых крупнейших. Один из самых крупнейших по численности там проживающих людей. Это не значит, что у нас нет и других интернатов. Далее. Мы говорили о том, что не предоставляются услуги. Ну, в нашем учреждении предоставляются услуги, как для людей, которые приходят к нам в отделение дневного пребывания. Да? Об этом и звучало. Как раз дедовский садик. Да? Есть. Есть такой системы. В нашем учреждении это есть. Это не только в учреждении, будем так говорить, в центрах социального обслуживания, но и в стационарах есть. Это развивающиеся стационарно-замещающие технологии. Я честно позвоню, все учреждения города Москвы в лет назад не могли сказать до 40 лет. Это вопрос, что нужно будет делать. Да, в индивидуальном порядке мы это готовы обсудить. Далее, вопросы, связанные с кадровой политикой. Оптимизация действительно прошла, и она в любом случае еще будет продолжаться. Но если мы говорим об административном звене, которое расширилось в нашем учреждении, а полевых работников у нас уменьшилось, это не так. Оптимизация не затронула ни одну санитарку. И как их было, определенное количество работало. А вот все, что касается административного звена, да, у меня на данный момент уже не 4 зама, как было ранее, а 3. Будет что-то еще меняться, и необходимость уменьшить административное звено возникнет, значит, будем не мешать. Поэтому я бы хотел все-таки, чтобы мы не говорили голословно. Вот с моей точки зрения, это неправильная неверсия. Тем более, мы не будем забывать о том, что в нашем учреждении только за 15-й год прошло 14 проверок. Часть из этих проверок, ну, давайте говорить определенное и четко, они были вызваны обращением людей, которые здесь присутствуют. И Аллы Викторовны Мамонтовы, да, и Будыкиной. Прошу прощения, Лариса Васильевна. И все эти результаты, они есть и говорят о том, что факты, которые указаны в жалобах, они не соответствуют действительности. Они соответствуют действительности. Я прошу прощения, да. Поэтому прокуратура, Роспотребнадзор, Роспошнадзор, Общественная палата, все эти проверки прошли в нашем учреждении. И я не говорю о том, что после этого мы закрыты и говорим, у нас все идеально. Нет, мы двигаемся, мы развиваемся, меняется ситуация, меняются требования, и мы тоже двигаемся вперед. Но вот приезжали люди из общественной палаты, посидели, пообщались определенные вещи, взяли на вооружение, и будем их обязательно внедрять. То есть мы не являемся закрытыми учреждениями. Вот на это хотел бы обратить ваше внимание. Прошу прощения, у меня сейчас уйдет социальное такси, я не смогу уехать тогда домой. Буквально одну минуту. Значит, первое, то, что сказал Пешканько о том, что предлагают всем организациям, это то же, что я предлагаю. Нет, это не так. Здесь снова идет навязывание. А я предлагаю свободу выбора. То есть человек сам для себя решает, получает он те деньги от государства, которые государство ему выделяет, но сейчас выделяет через госучреждения и фирмы, или же он все-таки сам будет нанимать себе людей. Второе, здесь послучала цифра, которая постоянно скрывается о том, что 50 тысяч выделяется на клиента. Нет, в ПВТ в месяц выделяется 120 тысяч рублей на одного клиента. А в ПНИ, я так предполагаю, еще и больше. Я просто не связана с ПНИ, я не знаю. И последнее. Значит, возможностей как бы нет. Есть. Государство выделяет более чем достаточно денег на достойный уход клиента. Было сказано из Совета ветеранов, как я понимаю, что ПВТ-31, там все люди, которые там преступники и так далее, они все знают, не все преступники, но все знают и молчат. А это уже преступление. И я предлагаю 31 ПВТ полностью распустить, сотрудников уволить, взять подписки о невыезде до окончания проверки, клиентов расселить по другим ПВТ, зданию присвоить следующий порядковый номер ПВТ, навсегда вычеркнув из реестра номер 31. Вот только это люди и запомнят. И в ближайшие тогда лет пять легче будет жить и клиентам этого ПВТ следующего номера, и вышестоящим структурам, потому что не будет жалоб. Вот у меня такие пожелания. Я могла бы еще много каких-то мелких так сказать. Нет, я предлагаю по выбору, это не монетизация. Монетизация, когда нас лишили в натуральном виде. Ольга, я ведь с вами не спорю. И абсолютно с вашей сторонней в том плане, что нужно находить механизм выбора или какого-то иного, иной альтернативы. Но, давайте мы отменим, закроем, расстреляем, и подписку о невыезде, это на сегодняшний день. До окончания проверки, а проверку надо проводить. Вот мое пожелание. Можно реплику с места. Почему вписала, не до сих пор не отчет школы номер один? Номер имеет значение. Конечно. И только это обязательно запомнился. Так же, как розыск от 30-го времени. Только это и запомнится. Возможно молчать. Значит, только что получала макрая ложь о том, что якобы проверки, проведенные, не только по моим, но и в том числе, по моим жалобам, не выявили никаких нарушений. Вот ответ прокуратуры Москвы, по которому было вынесено представление министру правительства Москвы Владимиру Оршаковичу Петросяну, представление прокуратуры Москвы по результатам проверки деятельности ПНИ номер 30, возглавляемого депутата Мишина, об устранении не просто выявленных нарушений, а об ослаблении контроля за деятельностью всех подведомственных учреждений. Вы на полоте, Алексей Валентинович. Ваша патологическая возможность, когда вы публично в СМИ называли себя психологом, имея психологическое обновление, имея подтверждение. Это все справилось на всех носителей. И каждая проверка на такие у вас нарушения. И они есть в официальных ответах этих организаций, которые яд зажив всем депутатам во вскорской городской. Палаганда, мне когда раз в Парнастоне будет полокольчик, и я не благодарен, что у нас также воспользуются вещью общего мнения. Потому что всегда мы работали в режиме, когда если возникает вопрос, возникает вопрос. Я вас уверяю, что когда вы их извините, я уже в деле раз в том, что в СМИ сказал конкретные факты, и он справлю к оборудованию. Все факты, многие факты уже давно выявлены. Но ваш коллега, как бы, не позволяет себе лгать о том, что якобы они выявлены не были. Валерий Курасович.